Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают... Мы были партнерами, Сталина. Я всегда тебя прикрывал. Какого хера ты меня бросил? Заботиться о нас твоя задача. А ты позволил мне умереть. Ты облажался. Речь, которую ты прочел на моих похоронах, была просто ужасной. Сплошная бессмыслица. Я тебе доверял. Ты должен был всех нас спасти. Ты убил Костю, ублюдок. Моего Костю. Почему? Почему ты предал меня, мышонок? После всего, что я тебе сделал, ты выбрал нас... Казнить безоружного глинника, как какого-то бандита. Не ожидал от вас такого, профессор Хеминюк. Я это исправил. По крайней мере, часть. Ошибаешься. Ты думал, игра с пространством-временем не будет иметь последствий. Все, что случилось, на самом деле случилось. Но как? Я проходил через червоточины, и я все исправлял. Путешествий во времени в том смысле, как их понимает Оливер, не существует. Ты не можешь изменить то, что произошло. Потому что каждое изменение создает собственное пространство временной континуум. А время движется только в одном направлении. Энтропия. Каждый раз, когда ты принимаешь или отменяешь решение, ты перекручиваешь все измирение. Потому что ты часть меня. Сделан из того же многомерного вещества. Но я просто хотел спасти Татьяну. Да, свою мать. И пока ты пытался, ты разрушил множество жизней. Во множестве измирений. А все из-за животного импульса. Из-за человеческой потребности иметь связь со своей родительницей. Так что вот она я. Я твоя настоящая мать. Что ты такое? Чернобылит? Я бог. Бред. Бога нет. Ну, это как посмотреть. Для паучка под твоим батьком. Что случится с батьком? И я в сне. Батьком. Батьком. Я понимаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Обитатели зоны собрали всех, кто мог воевать. Противостояли чудовищам, сколько хватало сил. Они никогда не покинут зону. Она стала их домом. Они все еще надеются, что однажды Игорь вернется и поможет им в борьбе. Чернобылит тем временем распространяется по территории зоны все дальше, и с каждым днем сражаться все тяжелее. Жизнь Михаила всегда была полна насилия. Игорь никогда не встречал такого озлобленного, такого несносного человека. Но Михаил всегда был отчаянно честен. И с собой, и с другими. Михаил, несмотря на грубость Михаила, на Михаил ж его с вами, как война. Его Как Он Да он вред Перед лицом Бестоль